Спонсор программы Профилактическая терапевтическая клиника Формула В эфире Бьюти Тайм всем здравствуйте В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении Он предпочел Копенгаген-Челябинску Провел 17 часов в самолете Чтобы в конце концов лично присутствовать на открытии своей выставки Художник из Аргентины известен всему миру Своими работами в духе эстетического хулиганства Своими плакатами автор объявляет войну Миру коммерческого глянца лакированным обложкам И застывшим на снимках фотомоделям С которыми он расправляется изобретательно, талантливо и профессионально Делает это он с помощью разнообразных шрифтов Когда я учился в Буэнос-Айресе У нас говорили, что плакат это своего рода пинок для глаз И появилась мысль, зачем надо пинать, если можно взять и зацепить Мне кажется, это вот какая-то история такая про страшно красиво Потому что с одной стороны мы с вами видим вот этот глянец, красота и гламур Да, фэшн, которым мы с вами являемся И с другой стороны некие элементы, которые в какой-то момент нам кажется, может быть, страшны Да, или какие-то такие подтюки, еще что-то Такая эстетика стрит-арта, которая возникает здесь в плакате Мне кажется, она оказывается более искренней Уличный стиль граффити дизайнер сочетает с фэшн-съемкой Тем самым рождается абсолютно новый жанр плакатного искусства На этих работах шрифтовой дизайн совмещен с работами других авторов Которые не всегда приветствуют видоизменения их снимков Да, были такие случаи Присылали имейлы, были истории с девушкой-фотографом, которая была против, что за основу взяли ее работы Но все всегда решается мирно Я просто не могу остановиться Сейчас летел, листал аэрофлотовский журнальчик, все изрисовал Можете спросить у моего психолога, почему я не могу прекратить все разрисовывать Наверное, это мой способ выразить свое ощущение Некий способ выражения, который я для себя нашел Работы Мона Гринбаума были представлены в журналах и газетах по всему миру Выставка в Челябинске, вторая российская и первая, на которую он приехал лично В экспозиции представлено около 50 его работ, часть из которых сделана специально Это Beauty Time, программа о красивой жизни и ухоженной внешности Продолжаем выпуск Проект представляет клиника пластической хирургии и лазерной косметологии Deeplex Нитевой лифтинг – работа с овалом лица Возможность придать более четкие очертания, избавиться от провисаний ткани и укрепить мышечный каркас Именно с такой целью в клинику обратилась имиджмейкер Елена Бер И как альтернативу круговой хирургической подтяжке ей предложили нитевой лифтинг Такие заметные носогубные складки, морщины, марионетки Это все корректируется с помощью нитевого лифтинга То есть устанавливаются нити, которые позволят подтянуть Вот так вот получается более четкий контур челюсти и раскладывается вот эта складочка Будем использовать рассасывающие нити Что они дают? Они, во-первых, дают подтяжку хорошую И пока они рассасываются, они укрепляют кожу и формируют плотную ткань Которая будет препятствовать опущению лица снова Эффект сохраняется до 2-3 лет Когда пациент приходит с жалобами на нечеткий овал лица, на провисание брыли Носогубные складки выражены Всегда есть решение сделать большую операцию Сделать подтяжку лица, круговая или фейслипинг Но с Еленой было так То есть она не была готова к реабилитации Поэтому мы решили находиться малыми надземными методами Которые дают быстрый эффект с минимальным временем реабилитации То есть 2 недели, месяц Фотофиксация 3-5 ракурсов необходима для того, чтобы сравнить результат нитевого лифтинга до и после Еще одно преимущество нитевого лифтинга в том, что проходит он под местной анестезией А значит не требуется госпитализации Нити обезболены входа-выхода То есть будут установлены на каждую сторону по 2 нити Одна нить будет установлена на скуловую область и на щеку для подъема лица С целью уменьшения носогубной складки Вторая нить будет ставиться по краю нижней челюсти Что позволит убрать брыльку и также разгладить морщину морейонетки Вот так вот выглядит нить Нить имеет насечки, сходящиеся к центру За счет этих насечек фиксируются ткани на лице Все, вот сейчас нити все установлены с обеих сторон справа-слева Вот сейчас идет этап подтягивания нити Чуть-чуть для фиксации кожи уже на них Вот все, в конце процедуры нитки обрезаются И процедура нитевого лифтинга, это закончено На следующий день после установки нити необходимо показаться врачу В целом процесс заживления занимает 2-3 недели То есть сейчас вот после иной операции данными нитями первый эффект получен То есть это лифтинг, истинный лифтинг лица Дальше нить будет постепенно рассасывать, вызывая фиброз ткани глубокий Для формирования более плотной основы под кожу Чтобы замедлить процессы старения и сохранить результат процедуры до 3-х лет После нитевого лифтинга заживает все достаточно быстро Потому что там нет разрезов Делается через небольшие проколы Проколы заживают там через 3 дня Вот, по ходу нити будет, конечно, и отечность небольшая Это все проходит в течение 2-3 недель То есть через, ну скажем так, через месяц после операции уже лицо-то совсем другое Я чувствую, что овал лица у меня становится совершенно другой У меня немножко болит за ушами, потому что здесь зацепки То есть там тоже пластыри, я обрабатываю Вот, здесь же я ничего не чувствую Я перестала видеть, тут вот у меня были морщинки Тут брыльки, то есть все они уходят И я вижу, что с каждым днем этот процесс нарастает То есть даже жду, когда это дойдет до своего эпогея Эффект от нитевого лифтинга сохраняется до нескольких лет Мы встретились с Еленой через полгода после процедуры Синяки довольно быстро сходят То есть я уже совершенно спокойно могла работать Через 2 недели после операции Чувствовала я себя прекрасно Заживала все хорошо Но потом надо все-таки еще позаниматься кожей Процедуры, улучшающие состояние кожи Когда делаешь, тогда, конечно, эффект становится еще лучше Задача нитевого лифтинга именно зафиксировать ткани в том положении Скажем, более благоприятным Если пациентам как говорят Как я вот узнаю, как я буду делать после операции По нитевой подтяжке Я говорю, очень просто Придите домой, лягте на спину В руки берете зеркало, смотрите Если встраивает вот такой результат Приходите на нитевую подтяжку Если вас вы хотите больше Человеком туда приходите Будет делать другую операцию Я работаю в крупной компании Моя жизнь — это бесконечная гонка в стремлении удержать успех А еще на плечах дом, дети В этом круговороте почти не остается времени на себе Хочется вернуть молодость, энергию, азарт Хочется снова завораживать своей красотой Чувствовать себя желанной Я обратилась к профессионалам Доктора не просто смогли изменить что-то во мне Они помогли мне найти то, чего я хочу сама А затем исполнили мою мечту Я обрела новую жизнь Клиника Диплекс Каждая достойна быть красивой Тесура Роскошь в тканях Студия маникюра и педикюра Лаки в самом центре города на Алом Поле Профессиональная обработка и стильное покрытие Мы работаем одноразовыми инструментами Студия Лаки Проспект Ленина, 65 Если нужно, поможем с парковкой Студия красоты Гуфа Подготовим к работе и празднику за один час Гуфа Работаем для вас достойно и доступно Телефон 266-400 Вы смотрите программу Beauty Time Продолжаем выпуск В последнее время в индустрии красоты многое поменялось Сегодняшние клиенты салонов стремятся не только получить качественные услуги Но и сэкономить время и деньги А также испытать приятные эмоции от общения Пришла такая идея Почему бы не сделать пространство модное, современное В ритме большого города Формат такой для тех, кто любит пообщаться Это какой-то маленький праздник Потому что сюда можно прийти с подругой Можно прийти с мамой, которую вы давно не видели И совместить приятное с полезным, пообщавшись с ней А еще приятно, когда с клиентами складываются доверительные отношения Когда они становятся добрыми приятелями Команда должна соответствовать общему бренду Мастер маникюра Он выступает как психолог для женщин Как подруга Отдыхает не только телом, но и душой Это целесообразно для любой профессии Иметь ухоженные руки, лицо, голос Тем более для любой женщины Я молодой начинающий дизайнер У меня небольшое производство по изготовлению верхней одежды Опять-таки я не считаю, что это конкретно связано с моей профессией Это просто сейчас удобно, что гейлак, конечно, он держится дольше И поэтому, так как мы ограничены во времени сейчас все И тем более у меня маленький ребенок Я сейчас не могу часто позволить себе выделять много времени Именно на уход за собой Мне надо максимально быстро и, так скажем, нечасто Люди творческих профессий, как правило, обладают специфическим вкусом Например, дизайнеры часто предпочитают спокойную цветовую гамму Я не скажу, что я прям такая модница, чтобы гнаться за трендами И, ну, яркие я вообще оттенки крайне редко делаю У меня всегда что-то спокойное Либо нюд, френч Вот сегодня мы попробовали новую технику Аэрография Да, я первый раз ее делаю, но мне очень нравится Вот так все и ярко То, что он белый, белый цвет, он в принципе яркий Ну и достаточно спокойно Сегодня, чтобы быть в тренде Не обязательно вникать во все тонкости того или иного направления Нужно лишь найти правильного специалиста Который знает, что вы любите И всегда готов предложить что-нибудь новое Вы смотрите Бьюти Тайм Далее о выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба Чтобы там ни говорили пессимисты Лето все равно наступит А значит понадобятся легкие платья и сарафаны В этом сезоне дизайнеры предложили женственность во всех ее проявлениях Силуэт нью-лук, представленный в новых коллекциях Выглядит легко и демократично Пожалуй, лишним будет говорить о том Что это самый женственный фасон, существующий в современной моде Минимализм примета времени Причем акцента может не быть совсем Впрочем, это не совсем так В качестве такового здесь выступает фактура Еще одна тенденция сезона – костюмы Которые предстоящим летом не надевают по частям А носят именно так, как придумал дизайнер Элегантный дизайн новой коллекции И неизменно высокое качество За которое вам так нравится Польская одежда На Пушкина 65 и Соне Кривой 30 Второй фестиваль органического образа жизни Органик Нейшн С 1 по 3 июня на озере Тургаяк Трехдневный семейный праздник Йога-практики с мастерами из Индии, США, Мексики и России Лекции и концерты Детская анимация и вечерние шоу-программы Регистрация на сайте organicnation.ru Студия маникюра и педикюра «Лаки» В самом центре города на Алом Поле Профессиональная обработка и стильное покрытие Мы работаем одноразовыми инструментами Студия «Лаки» Проспект Ленина, 65 Если нужно, поможем с парковкой Профтерапевтическая клиника «Формула» Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия На основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс» Клиника «Формула» Мы в самом центре Челябинска на Кирово, 159 Смотрите программу «Бьюти Тайм» Продолжаем выпуск Высокий уровень мастерства и шоу превосходного качества Существует то, к чему стремятся организаторы гала-концерта премии «Андрюша» В техническом плане каждый год появляются новые спецэффекты А в творческом – новые лауреаты и юные таланты Золотого фонда Куда попали те, кто совсем чуть-чуть не дотянул до главного приза Девятая церемония запомнится зрителям шоу-номерами с большим количеством артистов Самый ответственный момент подготовки – это генеральная репетиция Когда вместе с детьми на сцену выходят и звездные гости – попечители фонда Интересная работа с профессионалами Бывают и дети профессионалы, и взрослые И среди детей тоже есть потрясающие профессионалы Приятнее работать с людьми, которые четко делают свою работу Отвечают на все какие-то моменты четко совершенно в дуэте Партнерство Они все талантливые Их объединяет эта прекрасная премия солнечного мальчика Андрюши Который их вот объединил под своим крылом И мне кажется, как-то это такое божье поведение Когда он собирает таких прекрасных детей Не знаю, мне кажется, что с каждым ребенком это должно происходить в том жанре, который ему близок Это должно быть, нельзя загадывать такие вещи Вот есть талантливый какой-то ребенок Надо смотреть, в чем он будет хорош Ну, с детьми очень хорошо занимаются, должна вам сказать Вот это заметно даже по тем записям, которые нам присылают для жюри Видно, что с детьми занимаются с любовью И я наблюдаю уже не первый год за одними теми же иногда детками Видно, как они растут Они все подготовлены профессионально Профессионалам не сложно в одном номере спеть синхронно и правильно Да что там! Он был, как все вы, необыкновенный Необыкновенный, а прекрасный Солнечный мальчик Для этого праздника детства Я всегда выбираю те песни, в которых есть очень много любви и тепла За последние 20 лет дети перестали петь детские песни И я ничего другого не мог придумать, как петь те песни, которые они должны знать Если дети поют взрослые песни, значит должны быть взрослые, которые будут петь детские песни И рассказывать им о том, как раньше писали музыку, как сочиняли стихи Не по бизнес-раскладу, а по велению сердца Поэтому песни, которые многие называют ретро или старые песни Они не могут так называться хотя бы потому, что ты их начинаешь петь на сцене А в зале тут же начинают подпевать Значит песня не старая, значит она продолжает жить Значит она не стареет, значит в ней много любви и энергии Детство, 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 это красный радуг Детство, 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 это я и ты Все люди на большой планете должны всегда дружить Должны всегда сияться, дети, и в мирном мире жить Девять статуэток лауреатам, премии их педагогам и наставникам Приглашения на международные фестивали и конкурсы А также путевки в творческие школы и лагеря Таковы итоги очередного года работы благотворительного фонда Андрюша В следующем году у фонда юбилей А это значит в планах команды подготовка грандиозного представления И конечно же поиски и помощь новым талантам Пусть весной, поиграй и поспорь с судьбой Ты не поздно взлетай, взлетай Да и будет мечта, и в серебряных ста Ты только будь с собой Еще больше сюжетов о красивой жизни, а также новости и анонсы событий На сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях А на этом выпуск завершен, до встречи Стилисты проекта Модный дом я Имидж студия Елены Ивановой Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова